А теперь к новостям спорта. В Славянске-на-Кубани завершились краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Побороться за победу приехали спортсмены из 14 муниципальных образований края. С подробностями Анна Монастыренко. Славянский район уже не раз принимал соревнования краевого и всероссийского уровня. Хорошая материально-техническая база позволяет провести их на высоком организационном уровне. Для проведения краевого турнира по греко-римской борьбе был оборудован зал спорткомплекса «Лидер». Я уверен, что наши соревнования пойдут на высоком организационном уровне. Поберясь, коллеги, сильнейшие. Я желаю зрителям получить удовольствие, судьям правильных решений, правильного судейства. Ну и всем всего самого доброго. Побороться за пьедестал почёта в Славянский район приехали 264 борца со всего края. Выступали они в 15 весовых категориях. Судейство соревнований проходило по убывающей системе. Проигравший схватку сразу же выбывал с турнира. Чтобы одержать победу, борцам необходимо было либо опередить соперника по очкам, либо провести несколько сложных приёмов. Два периода. Один период – две минуты. Если нужно достичь либо разрыва в 8 баллов, либо положить на лопатки, и тогда схватка сразу прекращается. Если этих разрывов нет, то схватка длится 4 минуты. Два периода по 2 минуты. Греко-римская борьба – это один из старейших видов спорта. Она входила в программу первых античных Олимпийских игр, которые прошли ещё в 774 году до новой эры. Надо отметить, что в этом виде спорта соревнуются исключительно мужчины. Арам Зарманян приехал из Краснодара. Греко-римской борьбой занимается 8 лет. Первую схватку ему удалось выиграть. Теперь задача – взять золото соревнований. Тем более, что победу обещал папе. Соперник был сложный. Попался момент, из-за которого смог выиграть. Так схватка мне понравилась. Теперь дальше будет сильнее и сильнее. Попробуем дойти до финала. Хочу выиграть. Папе обещал. За победу в соревнованиях боролись и славянские спортсмены. На краевой турнир по греко-римской борьбе тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Станицы Петровской Владимир Васюк привёз 15 борцов. Правда, ребята занимаются вольной борьбой. Но испробовать свои силы со спортсменами греко-римского стиля тоже пойдёт на пользу, уверен тренер. Борцы вольного стиля Станицы Петровской решили поддержать. У нас дружба борцовская всегда была и всегда будет. Решили поддержать борцов греко-римского стиля. Решили поучаствовать. Лишний старт всегда – это только плюс. Никогда не помешает лишний старт. Соревнования проходили в течение трёх дней. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Станицы Петровской взяли два серебра и три бронзы. В копилке наград славянской спортивной школы «Триумф» – семь медалей. Золото, два серебра и четыре бронзы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».